всем привет друзья продолжаем нашу серию подкастов сегодня у нас супер эксклюзивный гость это по сути говоря уникальное событие на ваших глазах у нас в гостях вы наверняка знаете этого человека только вы никогда не слышали как он наверняка разговаривает на русском языке томас кролов у нас в гостях значит небольшой расскажу немного об этом человеке во первых это один из самых наверно топ инфлюенсеров ну вообще по крипте и трейдингу и всему остальному все знают его по инстаграму по youtube каналам послушал медиа всяким и не все в русскоязычном пространстве знают что этот человек уникальный во первых он супер мощный крутой трейдер во вторых это человек который делает большую пользу для крипто рынка потому что он освещает обучает людей рассказывает обо всем у человека есть собственный фонд и они очень мощно занимаются ретро дропами в том числе ну всем привет давайте поприветствуем и дальше начнем слава томас привет да доб добру добрый день господа спасибо за приглашение а не непривычно слышать на русском языке потому что я привык смотреть тебя на английского это так знаешь как будто тебе нейронка сейчас переводит так прикольно так и получается дальше в нью-йорке вырос провел большую часть своего детства там поэтому у меня и как бы английский такой непонятный знаешь как свой среди чужих чужой среди своих но смотрится это прикольно а давайте начнем с того что небольшое интро о себе минуту расскажи чем ты занимаешься последнее время какие твои сильные стороны а потом уже пройдем по вопросам по рынку да да ну в моем вы открыли для себя крипту вообще в моей компании как бы я для себя открыл крипту в принципе года довольно недавно сравнительно о чем я жалею конечно что я раньше в нее не пришел хоть меня звали где-то 10 лет я прозанимался ритейл трейдингом сам то есть это не только трейдинг это также инвестиции какие-то построения портфеля и в традиционных рынках в частности на торговле именно если кратковременно это на фьючерсах тоже на моцбирже довольно долго торговал и по ртсу по стакану ртс гонял туда-сюда то есть скальпом занимался и да и трейдингом и свингом и чуть-чуть только не делал вот потом со временем так получилось что когда я нашел свою супругу и когда я познакомился своей женой в итоге все перешло к тому что она меня для меня открыл вообще мир инстаграма блогинга видео и так далее вот я женой уже мы 7 лет вместе и она была блогером когда я с ней познакомился она меня как-то притянула в эту всю тему хоть я был очень далек от камеры вообще от публичных каких-то речей был такой кругленький толстенький кроме вот своего трейдинг стейшна я принципе факту это же ничего не знал и потом одна вещь по повлекла собой другую мы сделали свою школу то есть мы в инфобиз пошли ну как же без этого хороший бизнес чуба нет потом мы тоже основали два фонда кралу капитал это чисто крипто хедж фонд кралу венчурс это венчурный фонде мы инвестируем в ранней стадии проектов и помогаем им развиваться и также youtube instagram но благодаря чему принципе и развивайся свои проекты то есть меня весь контент это весь веральный контент это такая воронка для всех моих продуктов и всех составляющих нашей финансовой системы и да дальше мы также когда пришла тема ретро дропов мы успели создать одну из самых крупных фирм по алгоритмичному ретро дру фармингу который на сегодняшний день я считаю самым вообще крутым методом заработка в крипто рынке пока еще хомяки не проснулись пока ритейл не проснулся сейчас еще свои 10 иксов в среднем на каких-то хороших проектах можно делать если правильно выстроить алгоритм чему мы тоже обучаем в частности просто инфобиз никто не отменял тоже хороший бизнес как я уже сказал поэтому я думаю тоже мы к этому видео там кину вам ребят ссылку чтобы с людьми поделиться чтобы они могли тоже поизучать вообще что такое ретро дроп как они работают вот и в принципе помимо этого у нас есть одно большое видение куда мы идем и есть такой вот один большой проект который сложит вместе все наши существующие проекты да и в принципе пытаемся как-то участвовать в блокчейне и с пониманием того как это все работает и также пытаемся нести в массы обучение образование платная бесплатная как только можем чтобы люди просто не упускали такую возможность потому что мы очень хорошо даем себе отчет о том что рынок беспощадный инфляция растет и она будет продолжать расти поэтому этот гэп между богатыми и бедными будет только расширяться и увы люди которые не обладают какой-то информации не обращать внимание что происходит будет оставаться позади и довольно грустно на это смотреть и как то вот мы хотим тоже хотя бы частично на это влиять вот собственно говоря все очень классно у меня следующий вопрос мы тут пытаемся на наших подкастах дать максимум пользы на секунду времени сейчас мне на очень интересном этапе как раз койн находится своем предыдущем хай хомики не знают абсолютно что делать нет стратегии и у меня просто тебе vision рынка на сегодня по биткоину каких позициях ты когда ты собираешься фиксироваться вот полностью твой vision именно по битку да мы стараемся да ну я наверное могу поделиться экраном попробовать и показать что я делаю я даже на основании этого чтобы людям было веселее все время пытаюсь придумывать как бы сделать так чтобы людям было интересно смотреть то что я вообще пытаюсь вещать поэтому я решил сделать челлендж где я положил миллион долларов на счет и им активно торгую все рядов своих ежедневных видео рассказы вообще что я делаю почему зачем и как поэтому я могу попробовать поделиться своим экраном и рассказать в принципе свое нынешнее видение давайте ребят пока томас делится экраном все кто смотрит нас во первых без подписки обязательно подписывайтесь и очень важно ставить лайки на это видео поэтому давайте мы поставим чтобы как можно большее количество людей его увидела да так значит это одна сделка моя которая на которую я делаю сейчас очень крупную ставку скажем по споту вот в моем понимании ты мы это челлендж начали по моему сколько не месяц назад пока что мы в плюсе не так много ну что делать 125 штук но у нас идет пока что на сегодняшний день говорится ну не ну тоже деньги еще на машину заправить хватит дубай жизнь дорогая знаешь и у нас мышление такое что я bitcoin покупал меня средняя цена входа в bitcoin 28000 27000 я последний раз откупал bitcoin по 17000 такой он именно на котлету потом еще по 25 покупала конечно вот на сегодняшний день конечно входить в bitcoin допустим для людей это новым даже если скажем вот я покажу тоже свой прогноз если даже мы принимаем во внимание вероятность того что этот прогноз совершится то так сейчас убежусь том что я правильно все показываю да что даже если он и придет как говорится к совершению то мне кажется что людям большинству это не особо то интересно будет сейчас я покажу что я имею ввиду скажем мои общие цели по этому рынку в принципе к цели пессимистичной которая думаю очень на сегодняшний день маловероятно просто потому что и те в действительно уже есть вот мой таргет был вот этот квадрат это типа между 80 и 120 тысяч это в том случае если у нас нету mess adoption и очень маленький институциональный инфлоу то есть как бы к потом в районе двух триллионов долларов но на сегодняшний день я думаю это можно уже плюс-минус отметать потому что как бы институционалы уже тут black rock уже тут пылесосит рынок уже круче всего и остального самый мощный тиф в истории вообще всех и тех of на планеты земля поэтому я думаю что вот этот вот вариант между 80 к и 120 к уже просто никуда не пойдет никуда не годится поэтому моя вторая цель для хорошего развития всей всего этого рынка это действительно настоящий нормальный adoption в районе там 10-20 процентов действительно нормальное институциональное участие с капой в результате с капой 4-6 триллионов что вообще абсолютно вероятно с нынешним уровнем печатания денег и так далее это кинуло бы bitcoin в промежутке временно между сентябрем двадцать пятого года и где-то началом 26 года где будет но в принципе пик по моему по моим просто прогнозам пик этой бычки это минимум где-то 200 тысяч до 300 тысяч долларов моем понимании это очень рациональный таргет но вот возвращаясь к теме о том что посоветовать людям даже если скажем мы доходим до 200 тысяч то от сегодняшней цены это три икса то есть это не особо столь интересно скажем вот тот же самый эфир нам может дать гораздо тут были мои таргеты но тем не менее даже тот же самый эфир имеет намного больше большую вероятность пампа по одной простой причине что и те в тоже скорее всего будет ну сложно предсказать конечно что там гири гинзлер придумает собака сутулая как бы но в целом на сегодняшний день мы находимся все равно 30 процентов от all-time хая соответственно как бы когда биток уже стоит даже на сегодняшний день прямо вот лану кстати говоря прямо на all-time х и поэтому и тоже над понимает что где-то только лишь 30 процентов от людей вообще верят в то что будет эфи и тех по эфиру соответственно если его не будет то на рынок это не должно очень сильно сказаться в негативном смысле но если он будет это будет прям охренительно соответственно и в моем понимании на сегодняшний день как я люблю говорить not financial advice потому что я могу сто раз ошибаться да в моем понимании самая главная вещь что делись диверсификация поэтому я больше делаю упор на кита более фундаментальные альты скажем допустим тот же апекс вот у нас в портфеле он есть мы брали апекс вот мы выбрали и по доллару 30 мы выбрали и по 220 и скинули что-то уже по 340 и так далее то тут у нас цели по апексу это 6 долларов 9 долларов так далее то есть соответственно в такие вот моментом трейды какие-то нарративы самое интересное что может быть для ребят с некрупным капиталом соответственно как бы таких проектов довольно много которые тоже через дропы мы фармили это а-ля там старкнет и лейр зиру который будет выходить и остальные там и арбитрум и ти а его нынче какие-то файл coin и сей твт твт очень мощный проект который я думаю на сегодняшний день очень недооценен ввиду все что происходит в дефа и что будет происходить продолжать происходить дальше юпитер и ну ладно здесь уже всякая шляпа вину ladies bob это все мемкойны бим очень сильный проект оптимизм грейп тоже шляпа на которой мы просто погибли ли то есть я к чему что любая на сегодняшний день просадка для меня это возможность откупа но я бы сказал не биткойна уже а скорее эфира и на спот очень фундаментальные альты именно альтов поэтому что касается от именно этого челленджа я иду all in чего я никому не советую делать конечно же но это вот больше челлендж от миллиона до 10 за год мне надо от миллиона до 10 дойти пока за месяц я заработал каких-то несчастных 120 тысяч долларов но именно на конкретно этом портфеле где выделил миллион баксов поэтому я немножко опаздываю нам надо было минимум уже миллион заработать но что-то пока не сложилось поэтому я увеличиваю риски и сейчас вот у нас вот эта позиция которая сейчас по эфиру есть со средней ценой входа три с половиной тысячи долларов что конечно не совсем не самая лучшая цена входа которая хотел бы но сейчас она пока что маржа там грубо говоря 100 тысяч баксов это 10 иксов плечо но что принципе причине так важно что важно маржа то есть общая сумма это миллион долларов пока что тут это незначительный профит но моя идея заключается здесь том что если действительно будут какие-то еще флэш-крэш и которые в принципе вот уже здесь началось начался этот flash crash и здесь я уже открывал вот эти вот позиции принципе у меня стоят еще где-то 200 еще на миллион долларов я буду добирать эфира именно на ланговую позицию по фьючам если мы дойдем до отметки в 200 тысяч долларов что на сегодняшний день очень маловероятно но имея в виду что сейчас у нас в игре институционалы и они любят как бы опустить цену и всех побрить поэтому барбершоп как говорится широко двери открыты и поэтому в принципе что-то что-то такое может быть и мои моя мечта конечно сейчас до моем понимании халвинг у нас когда через грубо говоря месяц возможный апреля до возможные и тф по эфиру это у нас май соответственно все что будет тоже американцы по любому ставку сейчас посмотрим точно чтобы это самое американцы скорее всего ставку будет понижать уже в течение нескольких месяцев если мы посмотрим тут то июнь у нас уже в июне есть грубо говоря 70 процентов вероятности первого понижения ставки то есть что такое первое понижение ставки это уже fat pivot и это значит сигнал для американцев что мы печатаем бабки и здравствуй жопа новый год наконец-то можно хорошо красиво жить соответственно все должен правильно плюс выборы плюс еще выбор то есть принципе у нас все сходится для того чтобы ну мы должны пампится и мой например мой таргет по эфиру это 10 10000 минимальный таргет это в зависимости от того что будет там с эти фом и так далее соответственно если у нас по эфиру такой таргет то даже вот с этой небольшой позиции которая у меня пока получилось только на миллион ее сделать то скажем если у нас эфирка по 10000 то в принципе этот трейд я заработаю 2 миллиона долларов только с этого одного трейда но минус фандинг фандинг будет высокий как обычно благодаря хомякам нашу поделать вот но я очень хочу чтобы конечно нас спустило поэтому если у нас будет я закончу мысль на том что если будет какой-то спуск то я все-таки хочу его считать и видеть как вот последним вагоном в который можно залететь то есть люди могут сказать о блин все это скам мы падаем обратно до нуля ну так хомяки и будут орать но я буду рассматривать как последнюю возможность заработать прям солидные солидную кучу денег очень мощно я хочу поделиться вот такой штукой наверняка вы видели периоды когда можно делать деньги кстати у нас как раз таки на двадцать шестой год выпадает по вот этому графику по статистике что 26 год будет самый денежный поэтому то что ты сказал выше она прям прям совпадает вот как по учебничку вот она идет 23 год у нас была просадка всего на свете дамп все крипты слезы кровь вопли хомяков никакого интереса абсолютно крипте не было и здесь возможно двадцать шестой год будет как раз таки тот год когда нужно будет фиксировать уже все профиты и выходить с рынка по поводу фиксации интересный вопрос есть у меня его задают все как правильно фиксировать как фиксировать профит есть предположим у нас тоже мы мы людям пропагандируем у нас математика следующая мы на протяжении последних двух-трех лет делаем dc in то есть мы постоянно по им биток эфир там палька дот мотик оптимизм арбитру уже на протяжении двух-трех лет там достаточно большие портфели есть публичные есть не публичные портфели и получается у нас там средне взвешенная стоимость покупки биткоина получилось тоже что-то в районе 25 26 тысяч долларов зависимости от того как мы заходили но но в целом мы покупали абсолютно на всех значениях и на 16 тысяч долларов и тогда как правильно зафиксировать свой профит чтобы забрать максимум денег с этого рынка вот максимум унести когда те паттерны когда стоп когда уже надо выходить и самое главное чтобы не зафиксироваться рано понимаешь да 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 понимаю но в таком случае вот могу еще раз поделиться экраном допустим вот наш подход допустим если мы возьмем тонкоин вот уже брали на споте он тоже у нас есть портфеле интересно послушать когда ты его собираешься фикси за 3 я вообще его собирал вот мы так прикольно в нашей в нашем клубе его взяли по 2 и мгновенно он полетел поэтому его скинули по два с копейками и по три и по четыре мы скинули последний но например у меня также есть долгосоль то есть к чему я это показываю что как всегда когда я например во что-то вхожу в принципе можно мой экран убрать когда я во что-то вхожу я всегда смотрю какие-то реалистичные цели например в краткосрочной перспективе если мы например видим по тону наши цели были 3 и 4 бакса то есть как бы мы выходим по 3-4 бакса дальше хоть он улетит на 100 долларов нам наплевать у нас есть техника который мы оцениваем этом своем клубе с нашими учениками этим делимся тоже какой-то обучающий материал по трейдингу тоже думаю кинем в описании к этому к этому к этой записи и в целом мы никогда не бежим за максимальным гейном мы просто оцениваем все в моменте но что касается при долгосрочная показал пример краткосрочного да что касается долгосрочно у меня тоже есть небольшой холдинг тона нашем понимании как будто она есть как плюсы так и минусы и у нас есть допустим определенные цены по тону самые невероятные на которые мы оставляем скажем 25 процентов все он просто будем откровенными никогда никто не знает что там будет завтра мы можем примерно прикидывать плюс-минус да как мы говорим на английский проба белый тыс по всегда оцениваем какие-то вероятности но если вы дальше есть такие люди которые я раньше таким же человеком был что вот я что-нибудь держу и я держу настолько до последнего потому что ну вот блин пока вот пока она не сделает миллиард я не выйду и очень часто это заканчивалось тем что я выходил ровно ни с чем поэтому всегда оценивается ликвидность оценивается капа оценивается действительно фундаментально проект что он делает и какую интересу может привлечь и потом просто на основании каких-то простых банальных и очень часто не точных оценок выстраиваются тэйки и всегда оставляется один последний тэйк на каких процентов 25 чего не жалко оставить на какой-то тузамун опять-таки тузамун какой-то рациональный скажем рацион ну национальный тузамун это как бы пара парадоксально звучит но как бы тузамун тоже может быть рациональный скажем bitcoin по 15 миллионов долларов на этом цикле но это не рациональный тузамун а скажем по 1700 заколом на 700 ну в теории хер его знает но может быть и мог бы быть то есть соответственно это такое тузамун но относительно рациональный соответственно по тону например у нас есть тузамун в промежутке между 50 и 80 долларов во что очень слабо верится но хер его знает зависимости от того какая будет на рынке ликвидность так далее если мы увидим супер цикл почему бы не оставить там 20 процентов от позиции на какой-нибудь сумасшедший тузамун да то есть а остальное мы зафиксим там скажем я свой long term начну фиксить по тону от 8-10 долларов и вплоть до 20 то есть там вот это рациональная выйду со своими со своими 10 иксами и мне будет хорошо то есть скажем из такого высокой капитализированного актива как тон если мы берем что-нибудь там такое помельче где может и 20 иксов быть то мы будем ждать все 20 иксов где 40 иксов на ждать там и будем ждать 40 то есть я бы наверное людям советовал был быть частью правильного комьюнити где все обсуждается и вообще один определенный момент где мы видим что рынок уже полностью перегрет даже с психологической точки зрения где каждый таксист в дубае пока одной рукой едет а второй рукой торгует bitcoin но надо знать что в этот момент принципе нужно присматриваться к ликвидности оценивать какие рыночные участники еще остаются еще общим можно от рынка ждать после я например когда был предыдущий цикл я из bnb даже выходил по 600 плюс из bitcoin у меня не так много было но я выходил в зоне еще до китайского фада я выходил по 50 с копейками я не вышел идеально по 60 или там 69 но по 50 с копейками я тоже был очень доволен поэтому всегда просто прикидываешь ликвидность целостно собираешь информацию смотришь на общий новостной фонд что происходит в мире и делаешь ровно наоборот и тогда в принципе попадешь неплохо в точку те кто подключился по поводу чата хантеров снизу есть ссылка вы можете пройти экскурсию закрытый чат хантеров юра проведет приходите welcome come on всех ждем да а если вы хотите например посмотреть какие-нибудь вебинары которые у нас проходят почти каждый день тоже идите в telegram закреп и забирайте вебинары которые будут проходят каждый день на разные темы вы можете на все прям зарегистрироваться и приходить всех ждем мы принципе тоже самое людям объясняем что надо разрабатывать для себя стратегию выхода у нас она немножко проще чем твоя у нас есть старые биткойны которые мы покупали еще когда только начинали заниматься вот этими всеми блокчейнами меди и так далее это 2016 год они до сих пор есть мы вообще ничего не фиксировали и у нас стратегия такая что мы при достижении 70 тысяч долларов фиксируем 2 процент 75 еще 2 процента 80 еще два процента и так с шагом 5 тысяч долларов по 2 процента плюс мы делаем еще параллельно tous от остатка то есть он получается недавно не закончится то есть мы понял не 2 процента первичной суммы 2 процента на остаток 2 процентов на остаток у тебя получается всегда есть баланс ты как бы и чем выше цена тем как бы ты меньше продаешь но в долларах ты вытягивать больше это после хочу короче диссии набирали потом Andyssey us включаем и еще вот такие какие-то теки слушай давай ты там затронул альты это прикольно вот какие альты сильные потому что мы с максом начали в прошлом году набирать так скажем новичков мы среди новичков добавили aptos который сегодня там и вчера классно попер прям да он там к своим хаям типа 19 20 долларов прям движется aptos потом мы добавили оптимизм мы добавили арбитрум у которого были разлоки в принципе нормальные сейчас кушают эти разлоки до сильно он там не ушатался и я так понимаю что это просто была возможность кому-то арбитрум добрать портфель сейчас по 16 по 17 и снова он начинает опять двигаться дальше то есть вот эти все l2 решения особенно после дэнкана на эфире до стали комиссии дешевле все прям классно задвигается токены солана показала что можно штамповать да и сейчас везде на всех l2 сетях получатся токены какие у тебя сильные альты в портфеле что ты по ним видишь какие там идеи да у нас есть довольно большой список готов к альтов которые мы верим со многими с таргетами на сегодняшний день довольно сложно определиться потому что на смотреть как рынок будет развиваться но мы разбиваем всегда наш интерес по секторам скажем мы разбиваем там между layer zero в layer 1 layer 2 например мы также смотрим какие-нибудь нарративы по трону скажем если по layer 1 мы смотрим то однозначно в нашем списке интересов будет sui и aptos и те и сам эфир тоже нельзя все таки надо дать ему должное и девай м и атом атом считаю очень фундаментальным проектом который может показать хорошую результативность но по layer 1 в принципе я думаю это такое самый фундаментальный список если мы говорим про layer 2 то я бы наверное сказал бы арбитрум старкнет оптимизм ну и наверное вот самые такие дальше по трону я бы наверно сказал бы бит торрент бтт довольно сильная у них именно с точки зрения трон вообще офигела это я даже не уследил за ним трон вообще улетела за волтайм хаи как бы и не здравствуйте не до свидания поэтому там начали даже кита мемкойны подбирать именно на троне тупо на этом основании и как бы они даже неплохо заперформили но если из такого фундаментального то бтт наверно дальше и что у нас еще есть из ораклов из ораклов ораклов как-то по-русски правильно то это чейнлинг оракос да оракос это конечно будет чейнлинг скажем у ликвид стейкинг это лайдо лдо по-любому я думаю что это будет актуально все дальше из каких-то там дексов по-любому это diva dx gmx а его апекс и наверное юпитер да дальше например по моему да по моему а дальше насчет рестейкинга мы вообще ничего не взяли по рестейкингу что не видим в этом особо никого силы никакой дальше также сама по кросс чейнам тоже особо ну можно там стг взять по кросс чейну но конечно самый большой список у нас будет в и ай что в и ай ну тут уже куда куда не посмотри все бляха-муха и яй поэтому из-за я и у нас рендер грт и джекс аг и x rose ocean rlc fed nfp и и ай сам потом по дэпи ну фил то есть файл coin по конечно гейминг тоже нельзя исключать соответственно это будет а вакс бим и а макс ну и старая добрая nft это ну наверное кроме блура там прежде чем ничего не а это еще там в нафте если их засунуть ну и у меня кстати есть и мы не фокусируемся на нем шею если честно у меня блин если открою пакет всего чем не там есть там есть еще что надо еще не надо я уже оставил хер с ним хай лежит даже там стройкой марки на списке мы купили весь рынок просто по чуть-чуть большой да вот поэтому но это такие самые вот основные real world assets еще там осталось добавить андо да там centrifuge там какой-нибудь кто там еще можно тоже мальчик там эти инвестирую казначейские бумаги не услышал экосистему палька дот вообще из твоих уст интересно вы пропустили ее мимо или ты считаешь и не очень перспективной ты знаешь она опять-таки вот я больше ориентируюсь наверное вот нашем портфеле альтов что-то что-то такое что имеет просто больше процентуального потенциала то есть скажем те же кардана полка дот xrp полигон очень классный проект то есть иван нынче там это на друга ним тема как бы ну там то есть это все тоже классно просто если вот так вот если вот мне бы вот вот сказали вот у тебя есть вот ограничение вот чё бы ты брал бы то наверное из всего мы проанализировали все у меня в команде и в кралу капитал моем хедж фонде и венчурном фонде у нас немного но очень парочку очень смышленых аналитиков прям таких очень глубоких криптанов которые для нас все это анализирует предоставляет какие-то репорты мы на основании каких-то голосов внутри нашей системы принимаем решение к чему вообще идти даже если что-то например скажем если у нас не знаю тот же aptos на полпункта берет больше чем полигон то мы просто берем aptos но я оба я просто образно сказал как бы это разные вещи понимаю ну так поэтому вот соответственно вот такая такая у нас логика поэтому конечно среди кроме того что я перечислил и там очень много других классных проектов в принципе да то тот же несчастный бенби тоже как бы все таки нельзя binance списывать со счетов даже если бедолагу сиди и посадят как бы это не меняет фактора того что такое binance поэтому да то есть про продуктов и монет очень много хороших давайте поговорим теперь про аэродропы ретро дропы ты сказал что это очень перспективное направление которое может дать очень много иксов мы с тобой солидарны потому что мы тоже погружены в эту историю у нас автоматизированный сервис но мы коллаборируем с командой по автоматизированному сервису для получения аэродропов ретро дропов у вас есть свое решение по аэродропы в ретро дроп давай начнем сначала с того как ты к этому относишься и почему ты считаешь что это одно из самых перспективных направлений который может принести юзером пользователям новым много денег почему так потому что вообще как у нас это родилось в когда мы развивали наш венчурный фонд кралу венчурс у нас много хороших экзитов там тоже но на мы столкнулись такой проблемой что очень хорошие проекты фундаментальные там прям мощные у них получить аллокацию почти невозможно если даже ты получаешь какую-то аллокацию ты получаешь что-то смешное что не вызывает ничего кроме эмоции и матных слов ты получаешь не знаем этом созванивались например со старкнетом они говорят да конечно давайте в этом сделайте нам 15 тысяч миллионов видео а мы вам дадим аллокацию 10000 долларов на что конечно да на что я говорю спасибо господа большое увидимся скоро с огромным количеством старкнета в наших карманах а как не ваше дело и мы поняли что скажем ретро дропы это такой а да а вот что воду в то что мне пишут и с утра до вечера томас пожалуйста прорекламируем на тебя аллокацию 50000 долларов это просто кусок говна какого-то поэтому в такое мы не хотим инвестировать соответственно для такого фонда как мы которой не является тер один тер два и даже может быть и спорно даже и не терр три пуш он больше частные фонд который управляет большим и меденами деньгами там некоторых моих приятелей можно сказать а то есть мы не являемся ничем сверхъестественным то есть соответственно нам набирать кучу крутых аллокации очень сложно если даже получается что не очень ограниченные и мы когда открыли для себя ретро дроп или вообще что такое ретро даже вообще по факту просто эрдропы с слегка другим даже слегка другой философии единственное что самая главная отличительная черта это то что их можно автоматизировать и выводить на коммерческий уровень чему собственно говоря и сделали и скажем когда мы фармем тот же самый да и вот поэтому тушь на экране мы предлагаем тоже и обучение ретро дропом мы уже нашу ферму уже как бы мы собрали 10 миллионов долларов на нашу самую крупную фермы и сам сам миллион долларов кинул миллион 1 и 2 остальное добрал чисто со сторисов с инстаграма из youtube и со знакомых и просто больше уже 10 десятки уже было страшно потому что так 60 сотрудников реально большой операционный риск и так далее и получается что когда ты дропами фармишь и но ты самое главное должен знать какие проекты фармить просто фармить можно сотню проектов как бы если не три сотни проектов и большинство из них будет полная шляпа которые смысле фармить просто нет никакого но с дропами когда вот я осознал что мы можем просто без спроса фармить самые классные проекты и мы фармили вообще наша история фарминга это было и арком и арбитрум и оптимизм и су и и чему только не фармили но мы фармили реально крутые проекты в которых хер ты получишь а локацию и мы фармили в таком количестве в котором мы хотели и вот за прошлый год я сделал мы на тестовом режиме вот венчурный фонд мы выделим это 100000 долларов мы задействовали 70 тысяч долларов и вытащили 750 то есть 750 все 758 то есть это по это 10x просто на в тестовом режиме да и мы поняли что самая охрененная тема заключается в том что но если ты можешь подобрать правильно проекты и ты можешь правильно как бы обойти системы безопасности что не пометила как сибила да и потом не дала те дроп и ты может грамотно все сделать то это просто чит-код поэтому пока что я это думаю скоро тоже все прикроют но и когда ритейл подключится уже просто это будет не столь выгодно что будет слишком много людей это все делать и получается что самый главный цинус заключается в том что нету никакого идиотского вестинга то есть когда ты получаешь монету она приходит на кошелек все ты пошел даже у нас бот ферме прописан таким образом что он просто сливает автоматом в стакан то что нам надо чтобы он слил в стакан через sub аккаунты и все то есть когда ты там даже инвестор где-то там начинается на листинге ты получаешь пять процентов разлоки потом и три месяца какого-то идиотского клиффа непонятно зачем вообще ничего продавать не можешь и потом не знаю линейно например там на 12 месяцев вся история затягивается на 12 тысяч лет а тут ты получил монету в любом количестве высокот фармил столько и получи если ты грамотно все сделал и продай все в стакан если хочешь и сделать свои 10 иксов и пошли все на три буквы то есть вот эта философия мне очень откликнулась я просто понял что мне тоже надо донести ценность до моих подписчиков и мы в принципе все очень довольны но низ на нюансы всем этим что это все ограничено потому что думаю когда народ чухнет это просто профитность уйдет как она ушла и от nft как она ушла и от coin листов и всех остальных нововведений в крипто мир круто а что ты думаешь по поводу того что команды они же прежде чем распределять вот этот аирдроп они же по факту видят вообще все на свете транзакции которые были сделаны и вот многих часто бреют например при получении аирдропа как ты к этому относишься ну смотри к примеру они могут взять посмотрели им же тоже выгодно не раздать много денег да и они могут например сказать придумать пунктик там в конце а надо чтобы был на кошельке два эфира иначе не получишь аирдроп и и засибилили таким образом всех потому что но они видят все сверху что такими делать чуваками да ну видишь смотри и как я считаю что конечно в любом случае все проекты смотрят на фермеров ну большинство процентов 70 кому-то вообще пофиг но большинству не пофиг то есть соответственно если там люди делают это глупым образом я не знаю деньги отправляют и как говорится линкуют свои аккаунты дебильными манипуляциями серии отправил с одного кошелька на другое деньги и соединил их таким образом или одновременно твой бот делает все сделки как бы проводят все транзакции да то есть нет никаких time dlf нету никаких рандомизаторов и так далее да то есть соответственно тебя побреют стопроцентно но что касается если например у нас из 35 тысяч аккаунтов на сегодняшний день у нас нету ни одного аккаунта который был бы когда-либо помечен как сибил ни одного нож ну потому что мы знаем конкретно что на что проекты смотрят мы у нас целый пентагон в нашей компании именно в нашей ферме где мы следим за каждым участником и экзекьютив мембером ну как как можем не все мы можем найти конечно за кем можем затем следим что иногда люди что-то и постят что не должны постить так далее то есть все обновления как только выходят мы сразу адаптируем наши алгоритмы но отвечая на твой конкретный вопрос скажем что было бы если бы понимаешь если например какой-то арбитрум не знаю там а не знаю выйдет и внезапно скажет пацаны знаете вот мы давали вам такую инструкцию тут внезапно мы решили что что-то вас дохуя и мы вам просто вас порежем на основании какого-то добавочного бреда из серии как ты говоришь 2 эфира на кошельке но я думаю что это мало того что подкосит репутацию политического вообще всего проекта так убьет всю репутацию существующих участников этого проекта потому что ну как бы их просто пометят как из камеров это просто скам это просто ну это просто обман то есть соответственно в вероятно ли такое да но я я на такое не рассчитываю потому что например те проекты которые мы фармим мы не фармим куда говно собачье мы можем фармить какое-то говно собачьего например веном который в нашем понимании кусок говна но мы его фармим просто потому что он бесплатный да то есть как бы мы ничего на нем не теряем кроме человеческого ресурса он у нас не особо дорогой получается по итогу вот и а если какие-то проекты в которые мы реально вкачу например мы фармим 10 проектов на общая сумма нашей фермы 10 миллионов долларов то есть мы если мы сжигаем миллион долларов в какой-то проект какие-то транзакции и так далее то мы убеждаемся в том что этот проект фундаментальный он сильный за ним стоят люди которые дорожат своей репутации соответственно мы просто минимизируем риски того что какая-то такая хрень может вообще произойти по что ну в теории возможно но я мало верится интересно будем будем наблюдать что у нас будет происходить рынком airdrop а посмотрим вообще должны ближайшее время уже не выходить я на самом деле тоже думаю что они точно также смотрят на рыночные нарративы и смотрят на то в какие промежутки лучше выходить и вот думаю что в ближайшее время как раз таки 24 25 год они начнут все один за одним выходить я хотел ты ты затронула части вопрос который я хотел задать рано или поздно история с airdrop а вам закончится по понятным причин точнее она не закончится она просто будет невыгодно и вообще история аирдропов было всегда на самом деле вот с 2016 года они по-другому просто чуть выглядели сейчас что делать тогда вот при приходят все больше ферм появляется все больше ритейла сейчас вот первые чуваки которые сделали историю по сути говоря с аирдропами это юнисвоп вообще никто не знал что они раздадут дроп все кто пользовались юнисвопом они просто получили по 400 токенов себе на кошелек кто просто свапал а те кто добавляли ликвидность получили тогда я точно помню 1200 ток и там было много денег орната кэш вообще раздал очень щедро там прям прям 50 100 тысяч долларов он раздал там по-моему на 2-3 акка будет сжиматься это пружина будет не настолько выгодно уже пармить потом когда много людей 100 процентов по нашим оценкам 25 год мы должны увидеть профит насть фактор профит насти этого направления падение фактора профит насти этого направления хотя бы минимум в два в три раза то есть ли на сегодняшний день мы при постарк нету мы сделали 17 иксов в среднем и например там по тому же арбитру мы по мы сделали 10 иксов пар кому 56 иксов я думаю что двадцать пятый год конечно будет намного больше проектов которые будут это предлагать этот формат просто потому что им это выгодно потому что они обходят проблемы с сэком в америке да то есть это как бы дивов это не какой-то там инвестиционный контракт то есть это вообще этот формат очень интересен и проектом он очень нравится например мой проект это уже над своим токеном сейчас работаю который будет скорее всего выпущен в следующем году мы тоже не будем делать никаких идиотских айси у нас тоже будет только формат ретро дропов надо понимать что проекты конечно будут их будет больше но я думаю как только чухнет ритейл что это такое я думаю что пропорционально скорость роста участников которые хотят как рыбы собрать этого эту халяву пошли ну откровенно говоря конечно там есть свои методики надо все-таки быть не дебилом надо обучиться как это все делать чтобы не потерять все но как только люди обучатся это станет что-то и чем-то они не не таким не столь чуждым как это не столь чуждо как это сейчас то есть люди начнут этим реально пользоваться более глобально и научиться уже это делать я думаю скорость прироста спроса на это будет расти минимум в два в три раза быстрее чем скорость прироста предложения и новых проектов которые выходят выкатываются по похожей механике соответственно возможно мы еще будем оценивать ситуацию потому что он тоже нашу ферму в 60 сотрудников не хочется распускать да но с другой стороны как бы что есть то есть мы будем оценивать ситуацию если мы увидим хотя бы профит-фактор пять к одному то но мы может быть еще останемся но ну вот насчет 25 года уже насчет 25 года мы не уверены потому что я думаю тогда как раз ритейл придет и все нам испортит устал пропускать раздачу токенов от мощных в 3 проектов и тренды рынка airdrop hunter поможет тебе забирать аирдропы на сотни тысяч долларов для того чтобы начать получать свои аирдропы необходимо перейти на сайт airdrop hunter подсоединить свой кошелек и после этого вам станут доступны все скрипты которые представлены на платформе ссылку на сайт airdrop hunter можно найти в описании к этому видео давайте еще поговорим про нарративы которые есть на сегодняшний день на рынках по поводу по помимо ретро дропов на что вы смотрите еще они постоянно меняются и вот мы с кем-то на подкасте разговаривали самая сложная ниша это крипто потому что каждый год что-то новое то у нас был бум nft до этого у нас был бум дефай сейчас у нас airdrop и ретро дропы что такое большое крупное будет следующее на чем можно будет заработать много бабок к чему уже потихонечку надо готовиться это очень это такой это вечный вопрос и мы это по факту потому что что-то может измениться в любой момент когда не знаете же по битку эти все layer 2 как бы не вообще никто не ждал и nft на битке никто не ждал и всю эту шляпу как бы и поэтому раз и новый нарратив но он как взлетел так и это самое так и притормозил поэтому во первых надо в моменте как бы за этим всем делом следить и не щелкать одним местом не буду матом ругаться вообще конечно мы смотрим очень в сторону гейминга что я думаю что вот гейминг это наверное очень банально конечно звучит на гейминг я сам геймер поэтому я понимаю почему гейминг и вообще крипто имеет много чего общего и потенциал роста поэтому наверное из такого фундаментального что точно можно сказать вот сейчас не пытаясь притворяться каким-то нострадамусом то это конечно гейминг ну и я и я и гейминг пока что этот цикл так есть у нас вопросы которые нам последнее время накидывали там на крипто субботниках чуваки тоже приходят на эфиры спрашивают значит хомяков которые уже немножко подзаработали то есть они уже такие жирка поднабрали увидим у них появляются деньги куда-то переместиться и вот они спрашивают а где выбрать себе место для жизни вот если я хочу заниматься криптой значит да ты вот пожил в америке ты там сейчас дубае как бы да ну то есть это вроде как уже и тоже имеешь возможность жить я так понимаю в принципе в любом городе планеты почему ты выбрал дубай сейчас да а вот свой выбор кажется обоснуй и чем ты сказал хомякам которые хотят куда-то присмотреться куда ехать ну да это в любом случае я думаю что мест в мире сейчас нормальных много не осталось к сожалению хоть я очень люблю америку я часто тоже но это как мой второй дом можно сказать я очень часто живу в лос-анджелесе то есть я могу прямо сказать живу после прям там нахожусь бы большие отрезки времени мне очень лос-анджелес нравится но это не место для жизни если честно и не для семьи не для в моем понимании чего просто тупо из-за одной вещи хрен там с этими налогами господи деньги можно заработать ладно если мы говорим про налоги ну дубай да пока что тут ноль но все равно они тут начинают что уже придумываешь и скоро вот уже для корпорации ввели 9 процентов уже начинают что-то там кассе тоже эти 9 процентов на людей которые зарабатывают больше чем 300 тысяч долларов в год находясь дубая там проще довольно сложно да не знаю чем все закончится если прям ноль налогов и прям пока да но самое главное и ценное для меня и для моей семьи что самое главное что важнее любых денег всего остального это безопасность например когда мы находимся в европе со мной всегда три вооруженных сил охранителей два водителя у меня уже кортеж когда мы где-то передвигаемся по европе кроме как если я там с другом куда-то еду потусить в амстердам тогда я там без охраны да если мы скажем семьей то у меня всегда вооруженные охранники потому что я знаю что такое европа я знаю как орудуют картели как африканские так и южноамериканские особенно если ты в крипте и особенно если ты публичный человек люди просто есть инстаграм и ты любишь повыебываться то это просто тупо небезопасно не в америке я уже молчу про южную америку не в европе не в англии в англии вообще блин котлы одеть нельзя даже он блин с часами пойдешь где-нибудь тебе не только голову прошибу так и руку не то что отрежу тебе и отгрызут если надо будет поэтому я не считаю что это вообще место для жизни поэтому а дубай скажем у меня вообще даже на всех моих тачках у меня базовая страховка которая по-моему в россии называется отста осаго называется да то есть у меня даже он у меня не на этом на авентадоре я плачу за страховку 300 баксов в год потому что я знаю что никто к нему не подойдет никто его не цар не поцарапает и никто его не собирается угонять тут некуда его угонять его никуда не увезешь поэтому в этом понимании там не знаю можно даже квартиру не закрывать здесь вообще ничего не происходит ну очень за большой редкостью в каких-то хреновых районах там за дубаем кому-то муж голову проломили по пьяни там ну или кого-то ограбили там очень большая редко еще в нормальном районе в дубае вот вот что здесь не за тот же илон маск вообще может без охраны ходить никому здесь сто раз и не нужен как бы поэтому здесь чтобы во что-то втереться я не знаю кому надо не угодить конечно если там не угодил кому-то в кремле тебя конечно везде найдут но если ты просто человек и просто не знаю лишь любишь повыпендриваться то дубай самое она вот плане минобезопасности тут вот ты находясь здесь ты можешь прям выдохнуть и вот это вот самое для меня ценное в этой жизни и как бы для моей семьи для моей жены что я знаю что могу жену отпустить на улицу и на нее никто даже косо не посмотрит поэтому это самое важное так но это все так про город спросили про портфель в принципе мы тебя спросили по существу будешь весь перечислять это мы просто пройдемся по coin market кэпу про блоги на вот я себе записывал потому что мы знаем что ну вот и даже на тебя втянула в блог но еще кажется вроде бы как ты задействовал чувака продюсера который помогал тебе ну нащупать какую-то вот эту структуру с вот с рилсами с вот этими штуками да и вот нашли нашли какой-то формат я так понял и вот расскажи немножко насколько это действительно мощный инструмент в казалось бы в сложной такой теме как у тебя и наоборот помогает лучше на серьезных шахт или все-таки вот тот подход который ты нащупал да и вот ты сейчас им как говорится пользуешься вот немножко вот в эту тему расскажи нам да ну во первых я работал со многими продюсерами и контент-креаторами и видеографами и с кем я только не работал и потом конечно я нашел пару человек которых вот и в дубае такой человек есть амир очень толковые очень толковый человек в плане рилсмейкинга это мистер алекс и привет большой мистер алекс мистер алекс мне сделал вообще где-то минимум благодаря нему минимум полмиллиона подписчиков мне пришло просто очень гениальный человек но что я могу сказать в плане вообще кора именно ядра здесь каждый человек плане какой-то виральности популярности две вещи первая вещь это что если ты будешь у таких на серьезных шах что-то кому-то втирать особенно если ты не какой-то мультимиллиардера которого слушают просто потому что он мультимиллиардер или конь там не знаю звезда да уже то как бы на серьезных шах никто твои серьезные щи смотреть не будет что тебя только за хейтят и все поэтому надо быть очень провокативным нужно вытаскивать сознание людей на конфликт и но это просто именно позиционирование давина как философии тогда чтобы люди комментили давали те engagement и твой аккаунт просто вправе в плане алгоритмов куда-то там летел поэтому в моем случае это было что я просто посидел подумал чем можно привлечь больше всего людей такой о чем люди больше всего любят деньги а какие деньги самые популярные доллары какие доллары самые популярные 100 долларовые купюры ну и все я начал просто делать контент с миллионом долларов кэшем и начала людей триггерить и потом как ты меня все это полетело и потом плавненько я ушел от этой темы в большей большей степени все равно там где-то клоунадой занимаемся по что все-таки это работает и провокативным контентом но уже ухожу более в кислые щи потому такие серьезные щи потому что я уже набрал критическую массу это первое да то есть надо найти на такую точку но второе люди могут искать команды продюсеров хуидюсера всего что угодно но последний финальный виральная . это ты сам то есть вот мне приносят идеи да там не знаю там вот такой контент вера такой я на него смотрю я я отбираю по итогу финальные идеи и я их докручиваю я я уже чувствую людей я чувствую что вот когда я вижу рилз я вот его посмотрел я с вероятностью 70 процентов могу сказать он будет виральным или хрень какая-то потому что когда я на него смотрю я вижу вот если в нем какая-то вот точка тормоза то есть где-то вот на секунду стало скучно все этот рилз не годится то есть ты со временем набираешься опытом и ты это финальное звено твоей же популярности то есть его должен уметь чувствовать аудиторию и докручивать видосы до идеала вот две вещи огонь супер было очень интересно ценно у нас уже подходит подкаст к концу я хочу попросить людей которые будут смотреть данный подкаст во первых вы задавайте вопросы обязательно ставьте лайки это тоже очень важно если смотрели без подписки подписывайтесь и очень важно под этим видео снизу вы найдете все ссылочки который о которых мы сегодня говорили естественно на томас я рекомендую вам подписаться кто знает особенно английский язык смотреть контент потому что это действительно очень интересный человек который добился результата добиваться результата поверьте не так уж просто тут надо и выдержка и фокус и и так далее спасибо огромное томас тебе то что ты сделал такой эксклюзив для снг рынка мы знаем что никому ты или там может единицам или вообще никому не приходил это очень круто то что наша аудитория смогла узнать тебя вот немножко с другой стороны не только вот но твое самое вероятно видео по моему это где-то нажимаешь на мышку и падают баксы вот это вот чувак чикает ножом самурай до признает что-то и ты там что-то там класс-класс типа и вот бабки выпадают это круто но теперь еще за что люди теперь еще будут знать что если они встретят тебя в дубае то слишком можно на русском матом не ругаться потому что ты тоже знаешь что это такое нормально может быть и там скажи есть еще военные корни какие-то или где-то остались остались еще до могу завернуть все господа большое спасибо за приглашение да и туда удачи на обычном рынке и до встречи да пока 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 пока